всем ребята привет сегодня я приехал на свое излюбленное место где я постоянно копаю открывал сезон вот и хочу здесь пройти посмотрел я здесь принципе потайло очень хорошо мне очень нравится то что не зря приехал это моя получается вторая разведка узнать как у нас насчет вот таких вот мест где можно покопать и где хорошие места здесь можно здесь южная тоже часть и очень хорошо здесь потайло вернулся я на свою вот этот бобровая речку где у меня бобры здесь подтапливали по весне вот сейчас я немножко осмотрюсь и пойду вот по тем от местам ну что я вам хочу еще сказать практически ничего речка у нас уже оттаяла вот так что все хорошо вот в эти вот местах как раз и охотники у нас на бобровом озере подстреливают когда открывается сезон вот будем вот здесь вот в этой местности и сегодня производить свой коп смотрим находки будет вы об этом узнаете конечно и так наконец-то у меня долгожданная находка вот копает в этом месте и здесь я могу сказать с уверенностью что монета выпал у меня царик вот выкопал я такой небольшой камушек прям точно определил у меня припор местонахождение с одного раза выковырял вот слепочек судя по размеру наверно копеечка сейчас мы с вами определим что это за монета ой как монета сильно съедена очень сильно съедена но это у нас был масончик масончик судя по всему 1 копейка год я не скажу у орла крылышки вниз монета так расщепилась что но отвратительное состояние конечно такого худшего состояние еще монет не было вот так вот матушка земля съедает у нас монеты через лет так 10-20 будут эти монеты превратятся совсем пух и в прах так что надо выкапывать пока время есть ладно продолжаем так хороший сигнал четкий воды и вообще не менялась монета медная но выпал вот такая вот конина конинка обычная без дефекта уже наверное гуляю где-то примерно сейчас вот за час у меня всего две находки но находки ничего особенного но все же находки решил я отдохнуть человек попить и вы знаете когда я отъезжал от дома я отправил эсэмэски своим друзьям камрадам вот уезжал я рано и отправил им эсэмэс и вот два камрада мне позвонили сожалению они не приедут то что они работа сегодня как-никак у нас будет день и один из камрадов мне сказал сани будь осторожен в этом году у товарищей сотрудников полиции план весенний план заняться ими именно нами камрадами где-то была информация просочена то что в этом году будет отлов во всех областях вот будут ездить даже по деревням патрулировать вот такая вот информация до меня дошла и мой совет такой то что если вы находите какие-то находки периода за сто лет лучше их сразу убирать подальше от греха почаще наведайтесь машине и около машины геймс их складывайте и с собой это второй совет с собой носите всякий шмур дичок там советские монеты все что ниже периода векового так что будьте осторожны от мое вам предупреждение то что за нас все-таки планирует планирует заняться и что-то штраф там порядка 300 тысяч рублей там какая-то новая статья вышла не помню какая но там какая-то 7 статья или что-то в этом роде вот такие вот у нас дела ущемляют наши права во всех правилах ладно сейчас пойдем еще посмотрим что у нас сегодня выпадет сезон варварского бизнеса открыт как только растаял снег на охоту вышли черные копатели вы только вслушайтесь сезон варварского бизнеса открыт черные копатели кто они это те кто вскрывает могильники памятники а кто ходит по полям где трактор уже не один десяток лет скрывает исторический культурный слой и рубит плугом историю это нормально погоня за быстрой прибылью не уничтожают не только уникальные реликвии но и целые слои истории быстрая прибыль ты думай девочка о чем говоришь только и можешь губами шлепать то это как правило открыто на случай облавы у них всегда найдется готовая легенда тему продолжит эдуард пунигов да многие копатели работают открыто а что скрывать мы же не какие-то преступники никакие там убийцы насильники и воры мы наоборот спасаем историю сохраняем эту историю в своих коллекциях их там выкопано ну да металлолом металлолом извините мне объяснение давать этого черного копателя полицейские поймали за руку когда он только начинал поисковые работы и еще не успел найти ничего ценного мужчина оправдывался якобы приехал сюда в деревню рождествено в первый раз говорят что поймали за руку а что его поймали за руку разве он выкопал на охотку с вековой давности или что говорят что ничего не выкопал только начинал а за что его задержали за что штраф взяли почему конфисковали оборудование разве закон гласит об этом что запрещено ходить металлоискателем нет на каком основании непонятно а потом что будет с этим металлом куда вы его планировали сдать мысли ну металлобазы археологи уверены мужчина прекрасно знал куда ехать именно на этом поле в октябре 1812 года состоялось важнейшее тарутинское сражение с французами как вы видите поле абсолютно чистое нет никаких насаждений и всего прочего это означает что это поле неоднократно уже пахал трактор здесь была одержана первая победа русских войск в той войне гражданин объясняет что он проводил здесь поиск не археологических предметов однако все внешние признаки на лицо металлоискатель есть лопата самое важное какие внешние признаки дядя металлоискатель это не означает что ты являешься охотником за исторической ценностью может я потерял здесь золотую цепочку в прошлом году или что-то в этом роде лопата и металлоискатель это не означает что это правонарушитель федеральным законодательством запрещено проводить какой бы то ни было археологический поиск без наличия разрешительных документов да есть такой закон о кладоискательстве до запрещено копать археологические находки но здесь есть но находки должны быть превышая вековую давность это сто лет разве в данном случае мужчина которого задержали откопал что-либо нет вы сами говорите что находок при нем не было ввести раскопки можно только при наличии вот такого открытого листа вот такой вот нужно иметь открытый лист для настоящего белого копателя то есть тот человек кто занимается данным видом хобби необходимо иметь такой документ но хочу сказать что данный документ как я знаю выдается только в москве а как же другим людям которые находятся в других регионах на дальних рубежах страны непонятно между прочим не всем выдается такой лист документы выдает министерство культуры у этого копателя разрешения разумеется не оказалось ученые говорят что черные археологи наносят огромный вред науке поскольку по артефактам можно восстановить полную картину боя они не понимают суть что за предметы в каком они контексте залегают они естественно бросаются на то что ярко блестит как сороки да вот они тащат то что им кажется более ценным ярко блестит ха-ха что может быть ярко блестеть пуговка или ржавая монета что ты имел ввиду золото как ты сам понимаешь не часто подымает археолог и я в тем более кладоискатель при этом они уничтожают ту очень важную историческую информацию которая доступна только профессионал археологов если вы хотите знать товарищ в очках многие кладоискатели больше знают информацию чем вы археологи так называемые много есть историй где вы варварски относитесь к местам поиска это уже много раз было подтверждено сотрудники государственного исторического музея работают в этом районе с 2009 года среди находок пули осколки гранат пуговицы с номерами штыки обломки оружия один из самых редких артефактов вот этот мундштук от подзорной трубы догадаться сразу сложно нет не догадайся да вот это накладка на патронную сумку третьего егерского полка польской армии это достаточно редко после копателей найти что-то ценное практически невозможно они работают грубо и уничтожают целые слои истории мы уничтожаем да мы спасаем в отличие от некоторых мы многое что спасаем пусть и остается это в частных коллекциях но это остается не остай не остается ржаветь в земле или уничтожая плугами эти находки так что не надо об этом говорить это нужно позаботиться государству улучшение данного закона и идти навстречу кладоискателям частные коллекции или всплывает на черном рынке пулька стоит порядка 500 рублей а какие-то редкие накладки на обмундирование или на кивер до 200 тысяч и выше 500 рублей за пульку 200 тысяч за накладку да вы товарищ археолог что-то заблуждаетесь я вам бесплатно могу выслать по почте хоть десяток таких пулек вы совсем заблуждаетесь товарищ и мы гоняются безусловно пойманного нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей но более серьезное наказание конфискация оборудования которая стоит свыше 30 тысяч рублей у нас для этого достаточно нет конечно недостаточно конечно недостаточно вот на каком основании его оштрафовали интересно что ему предъявили за что конфисковали оборудование он закон не нарушал он не находился на культурном историческом памятнике он не копал не могильники не все различного рода городище за что за что ему нужно обратиться в суд и оправдываться это неверное решение так что в данном случае видеосюжет неправильный люди с целью наживы какой-то своей личной да они вот грубо вторгается в историю и все это нарушается и так сергей батищев член общества отковырять в земле какую-то конинку или пуговку или старую монетку какая нажива вы уж подумайте лучше бы заботились действительно правонарушениях убийства кражи и все прочее нет вы за честными людьми охотитесь как у которых это хобби обычное хобби как обычная охота рыбалка но охоты рыбалка это одно а здесь мы наоборот спасаем историческую ценность бережем историю чтобы наши дети и внуки взяли в руки находки которые у меня в коллекции и у многих других дети видели эти находки и знали нашу историю впрочем эти потери копатели могут компенсировать достаточно быстро возможно поэтому нелегалов становится все больше вот кто работает на черных рынках и сплавляет продает эти находки за рубеж вот их и надо осуждать вот там их и ловить надо за руку а не на полях как кто спасает исторические находки вот на что вам нужно уделять внимание на черные рынки там ловить черных копателей и логи выяснили за последние пять лет в россии купили примерно миллион металлодетекторов эдуард поников павел глазунов олег ермаков вести ладно сейчас пойдем еще посмотрим что у нас сегодня выпадет ну вот у меня и первая находка в этом сезоне это крестик лепесток вот такой вот у нас вышел из подземелья в принципе такой бодренький все на месте ушко целое слегка погнут но это ерунда вот такой крестик лепесток он еще числится как женский вот но это просто как говорится прозвали его женским крестиком ну все продолжаем копать в этом же месте никуда не переезжали смысла нет остаемся здесь продолжаем итак у меня находочка и находка у меня вот такая вот это у нас я даже не знаю что но это явно не копье это никакой наверное не орудие труда но это у нас железо железо одевался она на палку на черенок и вот даже не знаю что это такое кого кололи и и вот такая штучка скорее всего все таки использовали его наверное я даже не знаю даже представить не могу для чего это использовали у кого какие версии есть если кто-то знает подскажите вот такая штука у нас она надевалась на черенок продолжаем не так решил я вам заснять прямом эфире как я выкапываю монету воды и показывает четко 82 так звучат у нас медные монеты хоть я и копаю с этим прибором не так давно но я предполагаю что это у нас монет надеюсь что из монет очень хотелось бы сейчас мы с вами посмотрим что это у нас поменялся на 780 сейчас мы посмотрим что у нас здесь вышло пин я заказал дней через пять он наверное будет у меня так что скоро будем работать с пином так в этом комочке так ешь твои налево блин оказывается обычная пробка водочная она немножко по-другому звучит но бывает отзванный такой ладно не получилось у меня прямом эфире выкопать монету ну ничего страшного продолжай так у нас начался небольшой дождик покрапывать вот но и все же это терпимо находками не очень и вот выкопал такую вот штуку думаю дай-ка сниму это у нас древняя тяпка раньше вот такие вот были матышки сейчас они совсем другого формата образца но раньше были такие просто надевались на палки вот такие вот вещи были тяпка всем тяпка ну чё продолжаем смотрим итак у меня находка но я отнесу ее к разряду шмурдяка вышла у меня вот такая вот штучка довольно таки наверно старый потому что на ней очень большой налет вот такая пуля сожалению я не могу сказать что именно это такого года патрон но мы такое с собой брать не будем видно головка сама пуля покрашена белый цвет может трассирующий ну мы ее оставим здесь не будем мы брать с собой боеприпасы нам они ни к чему и от греха подать ладно продолжаем пол я ребята одну хреновину мои предположения что это наверное от сельхоз машины то есть наверное это пахали землю вот типа барана или что-то в этом роде но я могу ошибаться если кто-то точно знает что это такое скажите на будущее чтобы я знал вдруг еще раз мне попадется и я буду знать прямом эфире скажу что это такое вот такая вот лабуда попалась хотя здесь не пахались машинами склон продолжаем итак прохожу мимо вот такого вот шурфа здесь земли меньше чем черепков и керамики керамики керамика здесь я вижу разные от темно-коричневый до оранжевый вот и вот знаете проходил мимо и зацепил сигнальчик и выпал вот так вот у меня крестик крестик у нас деформированный обычный мужской но вот эта деформация меня не пугает потому что я их хорошо выпрямляя потому что не первый раз меня такие крестики выпадают и я их управляю вот такой крестик у меня выпал но он еще считается мужским сегодня я поднял крестик лепесток его женским обозвали а этот мужской ладно у нас должник продолжается хожу я вот так вот в капюшоне весь весь уже мокрый прибор я замотал пакетом вот так вот мы и ходим отдыхаем а может и мучаемся даже не знаю как это обозвать ну все продолжаем так у меня находочка я отсюда вижу вон она лежит далеко она выпала у меня я сразу могу сказать что это по размеру копеечка а формата наверное николаевского берем монету нет ошибся это две копеечки 1901 года сохран просто просто огонь монета вообще в идеальном состоянии немножко возле орла затерта ну а так в среднем монета вообще хорошее два копа у меня монеты были отвратительные а это видите какая хорошая монета зачетная находочка отправляется она у нас коллекцию копаем мы тихонечко возле дороги вот дорога проходит вот и втихаря мы здесь вот поднимаем монеты ну продолжаю вот мимо вот такого вот дымовой ямы не она не настолько старая потому что видно столбушки до сих пор вот и у меня вот видите остался такая хреновина думал но нет он взяли у меня выпала стопроцентная монета 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 у нас советская 3 копеечки пятьдесят седьмого года пятьдесят седьмой ну в принципе и сохранчик вроде будет бодренький ладно продолжаем черный хороший сигнал выпал такой вот кругляшок это у нас пуговка надеюсь на пуговке будет орел надеюсь да у нас на пуговке имеется проглядывается герб орла пока не видно ну видно хорошо герб в принципе очистится будет в нормальном состоянии пуговка такая бодренькая внутри у нас надпись надпись и ушко на месте то есть пуговка зачетная продолжаем время у нас пока есть а вы смотрим и не переключаемся так и вот из этой ямки я достал пуговку следующий сигнал у меня был буквально через три шага и выпал вот такой маленький маленький крестик лепесток даже как-то не стандартно смотрится маленький а само ушко здоровое вот такой вот крестик забираем итак закончу я на сегодня сегодняшний коп время в принципе достаточно но немного подустал решил собраться и домой поехать копали мы сегодня вот в этом красивом месте на бобровом озере я его так прозвал вот следующий коп я думаю провести вот на тех вон холмах вот ну туда не проехать следующий коп но пешочком можно прогуляться пройти там я подымал очень хорошие монеты большого размера вот здесь вот эта вот область все я так понимаю выбито сегодня я погулялся и там и там в общем находками не очень вот но покажу сделаю отчет по сегодняшнему дню по находкам у меня вот так вот получилось вот такая гильза вот патрон я еще находил целый я его не взял вот такой вот крестик мужской женский крестик лепесток маленький крестик лепесток вот сама пуля три конинки хорошая зачетная пуговка с орлом сзади имеется надпись и ушком потом масонская копеечка вот к сожалению не видно но видно орла пущенные крылья я ее даже чистить не буду потому что смысла нет она убита три копеечки 1957 года ничего особенного вот такая двушечка тоже убитая к сожалению год я вам сказать не могу но николаевского формата и вот такая двушечка зачетная двушечка с тем что очень хороший сохран 1901 года вот так у меня сегодня получился выход с находками не очень но и равно так что буду прощаться с вами все пока удачи и хороших находок субтитры субтитры